Детский мир 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 Федор Двинятин, а ныне шоумен Александр Гудков. Доктор медицинских наук, профессор, а также телеведущая Елена Малышева. Российский фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, телеведущий Алексей Ягудин. Режиссер, заслуженный деятель Искусства Российской Федерации, народный артист Азербайджана, а также постоянный член жюри Высшей Лиги КВН, Юлий Гусман. Ну что же, все готово к началу игры. Ну а нам остается пожелать нашим участникам ни двойки, ни тройки. Отлично! А начнем мы с традиционного конкурса приветствия. И сразу перенесемся в город Гурьевск. Вместе с командой КВН «Трудный возраст». Здравствуйте! Вас приветствует команда из маленького, но современного города. У нас в Гурьевске есть не только антикафе, но еще есть недобольница, почти магазин и вообще не школа. Да ладно, ребят, КВН, это же дружная, веселая игра. Тимофей, а ты почему такой грустный? Его выгнали с курса в красноречие. Почему? Ребят, чтобы победить, надо удивлять. Парень сдал ЕГЭ на 100 баллов. Ауф, вообще по кайфу, отвечаю. Сыну мэра подарили Порш Каен. Ауф, твой не по кайфу, отвечаю. Давайте не будем забывать, что мы интеллигентная команда, приехали из Европы. И что? Вон, люди, которые учили английский язык до седьмого класса, думают, что в Англии все разговаривают именно так. Привет, как ты? Привет, как ты? Расскажи о себе. Меня зовут Элизабет. Год моего рождения – 1991. Я имею большую семью. Папу, маму, бабушку и дедушку. А ты имеешь домашнего питомца? Да, у меня есть кот. У тебя же была собака, не так ли? Нет, у меня есть кот. Я играю с ним по воскресеньям. Это мое хобби. Учителя в школе каждому из нас говорят – запомни, это в жизни пригодится. Видимо, нашу жизнь они представляют вот так. Скажите, а у вас в магазине, кроме тыквы, есть еще что-нибудь из семейства Посленовых? Внимание всем постам! Преследуй автомобиль! Госномер Кобальт-831, Рутени Малибден. Чтоб к невесте в дом попасть, должен стих нам рассказать. Пифагоровые штаны во все стороны равны. О, смотри, какой билетик. Он же не счастливый. Нет, 1605. Ну, год, когда Лжедмитриев зашел на престол. Ребята, чтобы победить, надо показать что-то глобальное. Тогда переходим к финальному номеру. Давайте перенесемся за кулисы телешоу лучше всех. Итак, меня зовут Максим Галкин. Давайте по списку быстро пробежимся. Акробатический дуэт «Перелом». Здесь. Качки-новички. Здесь. Так, шпагоглотатель. Здесь. Шпагатоглотатель. Здесь. Это как? Так, все, заканчиваем. Друзья, ну и в конце хотелось бы дать небольшой совет. Мальчики, не спешите носить за девочками портфель. Нагуляйтесь, мужики! Команда КВН «Трудный возраст» благодарит администрацию Гурьевского городского округа Калининградской области в лице главы администрации Сергея Сергеевича Подольского, а также муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа будущего» в лице директора Алексея Викторовича Голубицкого. Двигаемся дальше. На сцене команды из города Пятигорск. Пятигорская четверка. Ну, здравствуй, дом КВН! Наша команда проделала огромный путь, чтобы попасть сюда. Пятигорская четверка. Это не только название нашей команды, но и транспортное средство, на которое мы доехали до Москвы. Сураем! Спасибо, что подбросил. Мы дети Пятигорска! А-а-а! Ксюш, ты такая красивая! Прямо слепну от твоей красоты. Так вот это из-за чего? А мама говорит, что это все из-за компьютера. А-а-а! Герман, давно хотела у тебя спросить, Ты в каком году родился? В 2007-м. Докажи! Ладно. И как говорила моя первая учительница, да делайте, что хотите. Мне вы ей не на пенсию уходить. Пятигорская четверка. Делаем, что хотим! Среди пятигор есть маленький город. Он на Кавказе. Каждому дорог привет привезли. И зима мы для вас. И поэтому сейчас... Мы на Валибаем класс. Слава и встречай Кавказ! Встречай Кавказ! Мы на Валибаем класс. Привет! Привет! В школе я не мог решить задачу со звездочкой, потому что запах этой мази реально сбивал. Никита, домой! Герман, кушать! В семьях, где окна не выходят во двор, Дети не знают, когда идти кушать. Купите ребенку телефон. Обычный случай в Кавказском дворе. Ну все, пацаны, отдавайте пистолеты. Мне пора домой. А может еще поиграем? Нет, брат на свадьбу идет. Ему нужнее. Взрослые считают, что детство Это беззаботное, веселое время. Но мы раскроем всю правду. Это трек под названием «Горечь, боль, слезы». Это трек о школьных проблемах. Эй, бро, на траблы мои посмотри. За диктанк вчера получил я два-три. Но дома не стал я родителям врать. Сложил две оценки, сказали, поставили пять. Математи! Да у меня по математике семь. Учителя не все нас напрягают. Есть которые и понимают. Спасибо учителю труда дорогому. За то, что завтра не к первому, а ко второму. Люблю четверг. Два труда. Да! Слушай, проблемную зритель не спит. Учитель забрала мои убийства. В конце всех урока вернула на место. Оу! Она прошла четыре сложных квеста. Жаль, что не сохранилась. Она такая. Дяди и тети все говорят, что в детство вернуться очень хотят. Что к ним сказать в конце этой темы. Уважаемые взрослые, нам бы ваши проблемы. Дорогие друзья, Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве, а погиб в Пятигорске. Ольга Картункова и Семен Слепаков родились в Пятигорске, а успехов добились в Москве. Так что, дорогие москвичи, лучше мы к вам. Команда КВН «Пятигорская четверка» выражает благодарность главе города Пятигорска Льву Николаевичу Травневу, депутату Думы города Пятигорска Татьяне Арсеньевне Чумаковой, а также начальнику управления образования администрации города Пятигорска Наталье Алексеевне Васютиной. И еще одно приветствие на этот раз из города Прокопьевска. Эффект бабочки. Дорогие друзья, мы приехали на полуфинал с одной целью – победить. Просто скажи, кому и сколько здесь надо дать бабла. Алиса, тише! Просто скажи, кому и сколько здесь надо дать бабла. Ребята, я вот сейчас стою и только что вычислил, поскольку мы победители прошлой игры, вероятность нашей победы в этой равна нулю. Вычислил? Математик, что ли? Ну, конечно, вот тебе плюс. Господи, собрался же коллективчик гнилой. Что, Влад, ты тоже так думаешь об этих животных? Ой, не говори. Влад, они говорят то, что ты небольшого ума. Спокойно, Влад, ты главное держись. Господи, куда ты в драку-то полез? Да уйми, ты бешеный! Ребят, я в шоке. Влад вообще офигел. Стоит там вас за глаза, обсуждает. Я ему говорю, Влад, так нельзя, мы же команда, должны держаться вместе. А он мне говорит, ну да, Ангелин, я с тобой согласен. И записку Андрею передал. Смотри, что написано. Пошел вон из команды. Ух ты, спасибо, Влад. Ага, наконец избавилась. Че смотришь, ты следующий? Фига себе наборзая. Вы че, ее вьете? Нет. А надо вы? Ангелин, мы уже три года играем в одной команде. Я давно тебе хотела сказать. Алис, помоги мне. Я тебя очень сильно ненавижу. Как? Как малышева фастфуд. Так сильно и я тебя. А знаешь, мне тебя жалко. Почему? Я сентиментальная, а ты молокольный. Объявляй. У каждого свои методы воспитания, но особенно не везет тем детям, у которых родители с чудинкой. Сынок, мы нашли в твоей комнате кровать. Скажи нам честно, ты что, там спишь? Родители, мне с вами нужно серьезно поговорить. Господи, началось! Давай! Я понял, ты куришь? Нет. Стыдно-то как? Ты пьешь? Нет. Самая страшная цена, такого не ожидала? Я понял. Ты этот самый, как его? Мангуст точно я про вас читал. А я говорила. Ну-ка, дыхни. Он еще и дышит. Мангуст, проклятый, себе провода дома изгрыз. А это все твое воспитание? А что, мое? Ну, нет, мое. Твое? Дети всегда чувствуют разногласия между родителями. Особенно, когда эти разногласия очевидны. С днем рождения! Ой, спасибо, ребят! Максим, а что тебе родители подарят? Не знаю, у меня такие затейники. Господи, ты можешь не топать какой-нибудь. Кстати, вот они. На себя посмотри. Еще на себя посмотри, вы, ну, ребенка, день рождения, даже подарок нормальный купить не мог. А что ты опять начинаешь? Нет, а я начинаю. Да ты где-то по ночам гуляешь, только деньги. Да что ты себя ведешь там, мастеричка? Ой, ты зачем? Да не разбивала твою лазу. Ты вот твоя кожа в своем метре. Ой, да что вы тут разорались у бабулечки? Сейчас ты вновь разорвешься. Мама, зачем ты его бьешь? Спасибо, а зачем у меня бьешь своим костылем? Говори, ну я тебе и не выходи на этого ненормального. Да он у меня нормальный муж. Так, стоп, тихо, стоп. Все, ладно, пошли. Пошли. Давай, раз, два, три. С днем рождения! А, мангуст! Он еще своих друзей привел. Да прекратите! Как обычно, мне весь праздник испортили. Пойдемте, ребят. Ты варенье облепиховое из погреба достал? Достал. И меня достал! Да что ты на меня все время орешь? Да остановитесь! Мангуст! Ой, успокойся, Рикки-тики-тави. Ангелина! Что, Рикки-тики-тави? Ангелина, остановись! Да что ты меня все время останавливаешь? Можно подумать, что ты здесь главный. И вообще, ребят, я не понимаю, что творится в команде. Вы постоянно ругаетесь, сплетничаете, из команды уходите. Ой, что я-то пока говорила, передумала. Нравитесь вы мне. Я на вашем фоне выгодно смотрюсь. Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы поняли, мы уже показали свое выступление. Но вы не расходитесь. У нас еще музыкальный фристайл будет. Мы там привьем кого-нибудь. Ух ты, как интересно! Я приду! Его, его! Летели облака, летели далеко. Как мамина рука, как папина трико. Как рыбы корабли, как мысли дурака. Над стеклами земли летят. Команда КВН «Эффект бабочки» благодарит губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, а также главу города Прокопьевска Андрея Борисовича Мамаева. На этом первый конкурс завершен, и мы приглашаем на сцену команды узнать свои оценки, а потом и принять участие в конкурсе «Разминка». Итак, оценки в том порядке, как выступали команды. Трудный возраст. 5-4-4-5. В сумме 18 баллов. Оценки команде «Пятигорская четверка». 5-5-4-4. В сумме 18 баллов. И оценки команде «Эффект бабочки». 4-4-3-3. В сумме 14 баллов. А мы переходим к конкурсу «Разминка». В этом конкурсе наше уважаемое жюри задает вопросы, а команды за 30 секунд должны придумать смешной и остроумный ответ. Александр Гудков. Прекрасное начало, ребят. Расслабляемся. Чего вы? Не переживайте. Скажите, что будет, если объединить Хэллоуин и День Учителя? Что ты говоришь? Девочки, ответ здесь есть. Так, пожалуйста, Пятигорск. Аплодисменты Пятигорску. Итак, что получится, если объединить День Учителя и Хэллоуин? Мы будем сдавать деньги на шторы призраку. Калининград, скажите. Даже не Калининград, даже Гурьевск. Скажите, что будет, если объединить Хэллоуин и День Учителя? Получится День Учителя в Гурьевске. Страшновато. Прокопьевск. Эффект бабочки. Ребята, что сделать, если объединить День Учителя и Хэллоуин? Что получится? Я, конечно, не хочу никого обидеть, но моя биологичка будет в своем образе. Спасибо большое, Александр. Да, я передаю микрофончик. Елена Малышева. А вам разрешают в школу ходить без сменки? Пятигорская четверка. А вам разрешают в школу ходить без сменки? Да, но на коленях. Ленях. Самое смешное, что город Гурьевск есть и в Кузбассе. Недалеко от Прокопьевска. Ну что? Видимо, все. Алексей Ягудин. Добрый вечер всем. Ну что ж, давайте продолжим тему школы, сменки и так далее. Тем более вам эта тема близка. Итак, чем учеба в третьем классе отличается от игры в КВН? Еще один экспресс-ответ от Пятигорской четверки. Итак, чем отличается учеба в третьем классе от игры в КВН? Слов меньше учить надо. Спасибо. Эффект бабочки. Чем отличается игра в КВН от учебы в третьем классе? Ну в отличие от КВН я хоть там пятерки получаю. Всему свое время. Трудный возраст. Итак, чем отличается учеба в третьем классе от игры в КВН? Спасибо за... Спасибо за... Очень глубокий... Помним он... Он ушел с уроков красноречия, как нам рассказали в приветствии. Спасибо большое, Юрий Соломонович. С какой фразы вы начали бы новогоднее обращение, если бы были президентом? Мам, привет! Я в телеке! С какой фразы вы бы начали новогоднее поздравление, если бы были президентом? Ау, вообще по кайфу год будет! Итак, это был последний ответ разминки. Спасибо командам. Готовьтесь к следующему конкурсу. На протяжении уже более 15 лет основным организатором игр детского КВН в России является общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи». А мы с интересом посмотрим, какие оценки получили команды за этот конкурс. В том порядке, как команды стояли. Итак, оценки для команды «Пятигорская четверка». 4-4-4-4. Все судьи 4. В сумме 16 баллов. Команда КВН «Трудный возраст». Все судьи 4. В сумме 16 баллов. Ну и команда КВН «Эффект бабочки». 5-5-5-4. В сумме 19 баллов. Ну что, все ребята молодцы! На очереди видеоконкурс, в котором команды продемонстрируют свои работы, можно сказать, сделанные своими руками. Мы дали им простор для творчества, но было только одно условие – уложиться в 2 минуты. И первыми свой видеоролик покажут ребята из команды «Пятигорская четверка». Сейчас очень популярны видеоблоги, и поэтому я решила создать свой. Внимание на экран. Хай, пипл! С вами Ксюша Флоу! И мой популярный блог «Советы от бывалой школьницы!» Поскакали! Ты девочка? А у тебя портфель, тяжелый, как молот Тора. Найди своего избранного. Ты девочка-изюминка? Со мной тебе ничего не грозит. Тебе не тяжело? Я к нему поднимусь в небо. Говорите, говорите. Я посмотрю, как в контрольную напишите. А ну-ка, выйди сюда и расскажи всему классу. Всем классом посмеемся. Всем-всем привет! И начать хотелось бы со слов моей учительницы. Учитель – это мое хобби. Репетитор – вот мое призвание. На твоих уроках не хотят заниматься спортом. Мотивируй их правильно! Ты хочешь быть такой же классной, как я? Учись в моей школе. У нас учителя не ставят двойки, они ставят. Ай-яй-яй. И поэтому у нас нет двоечников. У нас ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В это трудно поверить. Но в нашей школе результаты игр выше, чем в Дагестане. Мой папа из Нальчика, а бабушка из Вологды. Как мне, обычная жительница Пятигорска, соблюдать все народные традиции? Маленький, маленький, я же моя маменька. Все равно я их найду. На этом все. Всем бай-бай. Мой парень, он не хочет, он не хочет. Мой парень, он не хочет. Мы всегда... Следующий мини-фильм будет от команды КВН «Трудный возраст». В наши дни в каждой школе проходит историю родного края. И мы предлагаем вам познакомиться с нашим родным городом Янтарного края Гурьевском. Это наш город Гурьевск с высоты птичьего полета. Вы ничего не подумайте, просто у нас в Гурьевске из птиц только курицы. Кстати, по такому поводу в Гурьевске установлен памятник яйцу. Поэтому, если у нас захотят поставить памятник курице, то с уверенностью можно сказать, что яйцо появилось раньше. Также в Гурьевске недавно возвели памятник барону Мюнхаузену. И теперь у нас два сказочника. Он и чиновник Петр Максимов. Построим второй детский садик. На территории Гурьевска находятся два замка. Нойхаузен и коттедж чиновника Петра Максимова. Одного садика достаточно. Гурьевск уникален тем, что это старый немецкий город. Поэтому у нас много чего осталось от немцев. Недавно в Гурьевске открыли каток для детей из богатых семей и бедных. Отдохнули? Продолжим рассказывать про Гурьевск. 16 поселков находятся в Гурьевском округе. И не находятся в Гугл. На наш день молодежи приезжают такие знаменитые группы, как Дюна, Кармен, Нэнси. Жалко только молодежь эти названия слышит впервые. А на день города у нас можно увидеть роскошный салют. Просто мы специально подстроили наш день города с днем города Берлина. Чтобы вернуться в Гурьевск, туристы с Кавказа кидают фонтан монеты. А десанники кидают фонтан туристов с Кавказа. Для детей в Гурьевске есть все условия. У нас имеется свой Диснейленд, аквапарк, зоопарк. Правда, это пока только макет. Гурьевск находится недалеко от Европы. Поэтому, играя в прятки, мы прячемся в глухих и заброшенных местах. Литве и Польше. Завершит кинопоказ команда КВН «Эффект бабочки». Команда КВН «Эффект бабочки» предлагает вашему вниманию фильм в стиле арт-хаус. Не рекомендуется лицам, не достигшим 72 лет. При поддержке гравитационного поля Земли, фильм основан на реальных, настоящих, существующих, действительных синонимах. Галориат Конского фестиваля 2017. Арт-хаус, фильм «Преступления» и «Наконец-то». Наша жизнь – странная штука. Полоса белая, полоса черная. Белая, черная, белая и черная полоса. Белая, черная, белая и черная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы знали, что фильм ждет большой успех. И я не буду в этом участвовать! АПЛОДИСМЕНТЫ Половина успеха этого фильма – моя заслуга. Да что ты говоришь? Давай иди, я-то накрашу! Я буду жаловаться на всю вашу съемочную группу, на все ваше кино, так называемое. И мы обязательно выиграем дело. Олег, ты не переживай. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует. Кстати, вот оно. На этом история не заканчивается, потому что преступник должен быть наказан. АПЛОДИСМЕНТЫ Преступление и, наконец-то, два «Месть полосатых». Смотрите этим летом в Астрахани. Итак, конкурс завершен. И мы смотрим, какие оценки выставит наше жюри. Первым свой киношедевр демонстрировала команда «Пятигорская четверка». Пять, пять, четыре, пять. В сумме девятнадцать баллов. Следующий видеоролик был представлен командой «Трудный возраст». Пять, 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 четыре. В сумме девятнадцать баллов. И, наконец, видеоролик от команды «Эффект бабочки». Пять, пять, четыре, четыре. В сумме восемнадцать баллов. Завершающий конкурс сегодняшней игры — это конкурс «Музыкальный фристайл», из названия которого легко понять, что в нём командам любым способом нужно продемонстрировать свою музыкальность. И способы демонстрации могут быть самыми разными. И начнёт этот конкурс команда «Трудный возраст». Мы рады вас приветствовать на отчётном концерте без инициативных школьников «Гуревска». А чё я? 2017. Карина, скажите, вам было когда-нибудь скучно? Георгий, вы знаете, нет. Значит, вы ни разу не были на уроке музыки в «Гуревской средней школе». Смотрим! Георгий, вы знаете, «Гуревская средней школе» Все знают, чему нас учат в школе, но никто не знает, чему нас учат в других местах. Буквы разные писать, тонким пёрышком тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Этот навык забывать, непонятно, что писать Учат в наших поликлиниках районных Учат в школе, 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 учат в школ Авторское право и киркоров На диване не лежать С детства в КВН играть Учат в школе, учат в школе В нашей школе К чему мы показали наш музыкальный фристайл? Скоро в нашей школе должен состояться такой концерт И его дата совпадает с датой финала Детской лиги КВН Поэтому, уважаемые жюри, помогите! А мы с вами продолжаем Музыкальный фристайл от команды КВН Эффект бабочки Че еще, что ли, один конкурс? Ну да, музыкальный фристайл А че тогда выберлись? Все равно петь не умеем Ребят, я умею петь Рот закрой, че делать-то будем? А че тут делать-то? Как соревноваться? Другие команды в лонгах поют, по 10 лет в КВН играют И че? А я 10 лет живу! Давай, Анту, успокойся, выиграем Не выиграем Выиграем? Нет! Еее! Let's beat control your body and all! Your body and all! Эту песню по гитару Напевала Сафи Ротару А сейчас на этом месте Будет петь ее все вместе Слышим старой песни мотив Что сама напевала не раз Не выиграем Ребят, я поняла Чтобы победить, нам нужна магия Давайте все вставайте Берите за руки, закрывайте глаза Я знаю древнее заклинание Бэйби брекет и косичка Мини-юбка, кепка Этот трек не для тверка Да и ладно, дискотека Дискотека века Хэй, диджей, хэй, бешейкер Хэй, паттимейкер Хэй, паттимейкер Хэй, паттимейкер Ангелина! Связь с духом прервал Ты понимаешь, что это все не то, что нам надо? За тобой стоит фантом Какой фантом это, Андрей? Дайте мне спеть! Да помолчи ты! Да что ты его вечно затыкаешь? Ой, действительно Кстати, ребят, я тут краем уха услышала То, что победит команда из четырех человек Влад, не хочешь ли ты сделать доброе дело? Я хочу сделать доброе дело Пожалуйста, Андреша, делай доброе дело Ух ты, спасибо Максим, хватит разлагать коллектив Ангелина! Ты понимаешь, что нас будут показывать по телевизору? А ты тут стоишь и позоришь нас на всю страну Все, не буду выступать Все равно не выиграем без песни Отлично! Чего приезжали? Пойду в детский мир! Пора, пара, параграф по истории учить Мне нафиг это надо Пойду манту мочить Ой, Владислав, великолепная песня Ой, жалко его, да? Я вообще-то все слышу Конечно, все слышишь Вон какая у тебя ушная раковина Прямо реальная раковина Ты вот так головой потряси У тебя оттуда улитка выползет Ребят, там другие команды за кулисами Говорят, что мы злые Как это? Мы злые? Ну ты скажи им, что это все образы Мы же на сцене А в жизни-то мы простые актеры Вот Максим, например, лучший актер международного фестиваля Я лучшая актриса четверть финала А Алиса лучшая актриса по мнению своих родственников Поэтому только вы две тупицы остались Ух ты, спасибо! Ну вот, а ты говоришь, что мы злые Завершает этот конкурс Пятигорская четверка Мы со Ставрополья, из Казачьего края А это прежде всего традиции На горе стоял коза, громко он бронился Ведь костюмами его кто-то поживился Ойся ты, ойся, ничего не бойся Выступим мы отодим, ты не беспокойся Из-за КВНа мы школу пропускаем На уроки выучить мы не забываем Ойтесь вы, ойтесь, учителя не бойтесь Все учебники с собой Все учебники с собой, вы не беспокойтесь Всюши лайки ставил я, часто в инстаграме Но ответ не получил, видимо, френдзона Ося ты, ойся, лучше ты побойся У меня три брата есть, так что беспокойся Вчера на танцы я пошла Заказала песню и диджея включил Лейся, песня, лейся Ой, паттимейкер, паттимейкер Шейкер, шейкер, паттимейкер Уличный дэнсер В КВН играем мы, нам все очень нравится Шутки пишем и поем, никто не ошибается Ойся ты, ойся, Гусмана не бойся Ну поставить тебе два Иди к ЕГЭ готовься Уважаемые жюри, если вы боитесь брать финал Такую молодую команду, как мы То помните, мы ничего не боимся И как бы не было сложно, но дальше пройдем Это было последнее выступление в сегодняшней игре И мы приглашаем все команды на сцену для подведения итогов Итак, сначала мы увидим оценки за финальный конкурс Начинала музыкальный пристайл команда КВН «Трудный возраст» 4-4-5-4 В сумме 17 баллов Вторыми в конкурсе выступала команда «Эффект бабочки» 5-5-3-4 В сумме 17 баллов И оценки команды «Пятигорская четверка» 5-5-4-5 В сумме 19 баллов Теперь, конечно же, мы должны предоставить слово нашему жюри Итак, пожалуйста, кто первый? Друзья, огромное спасибо, давайте поаплодируем еще раз этим трем невероятным командам На ваши хрупкие плечи возложилась такая трудная задача «Пятигорская четверка» Елена Малышева Хочу всем, кто участвовал в этом КВН сказать, что счастье огромное, когда в жизни есть что-то еще, кроме учебы Но все-таки учитесь на пятерке Это в первую очередь И мне надо объявить лучшего актера И хочу эту премию вручить чудесному молодому человеку, который танцевал, может быть, лучше, чем получались иногда шутки у команды из города Прокопьевск Это прекрасный Влад, насколько я понимаю, который исполнял «Танец на грани шпагата» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ты просто обязан сплясать еще раз АПЛОДИСМЕНТЫ Влад из команды «Эффект бабочки» лучший актер АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Ягудин Ну, не первый полуфинал я здесь нахожусь И хочу отметить, что именно вот эта игра, собственно, держала нас в напряжении до самого финала И только после музыкального фристайла мы смогли определить все же, кто идет дальше Спасибо за игру Достаточно сложно было, но все-таки после обсуждения мы решили присудить Даже такую номинацию, звание «Лучшая актриса» Это Ксюша Ксюша из команды «Пятигорска» Ксюша из «Пятигорска» Поздравляем тебя! Лучшая актриса этой игры Ну а всем, как бы ни сложилась игра, удачи в будущем И как говорил мой великий тренер Татьяна Анатольевна Если ты упал, это еще не значит, что ты проиграл Всегда боритесь до конца И Юлий Соломонович Гусман Да, вот, в общем, спасибо, мой друг, спасибо Значит, вы здесь не упали, вы не проиграли Потому что это здорово, что из таких далеких для Москвы, по крайней мере, разных городов Приезжают замечательные школьники и участвуют в замечательном деле, который называется КВН Давайте поаплодируем за это Спасибо И все-таки результаты, может, кому-то покажутся парадоксальными, но это так Прокопьевск, 68, набрал в сумме очков Гурьевск, 70 И самая маленькая, и самая малочисленная, и самая юная команда, правда, с хорошими традициями Города Пятигорска набрала 72 очка и становятся финалистами Поздравляю всех Поздравляю всех Города Пятигорска! Города Пятигорска! Города Пятигорска! И все остальным командам желаем Ребята, не расстраивайтесь, все ваши победы еще впереди! И с вами были Алексей Королев И Тася Маслякова Увидимся на последнем полуфинале Не опаздывайте! С нами весело! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова